Работаю напильником. Расширяю вот это вот отверстие. Расширяю для вот этого болта. Еще немножко и болт туда войдет. И к этой вот пластине с стороны нужно приварить болт, а с другой стороны будет видна только резьба. Сразу ее лить не буду и говорю. Одна часть готовая, которая будет вращаться как бы... Это как бы рама. Она будет вращаться вот именно вот здесь. Вроде понятно. Вот таким образом будет происходить вращение. Вот этот болт будет приварен и вот эта деталь она будет вкручиваться вот таким вот образом. А вот эта пластина будет привариваться вот к этому профилю вот с этой стороны. Вроде понятно. Сначала болт приварю, потом все это таким вот образом соосно сделаю. Сделаю небольшой-небольшой, чтобы был вот такой вот поворот. А потом опять установлю и приварю. Все. Деталь будет готова. Ну чтобы она была готова, нужно мне здесь вот напильником поработать. Чем я и занимаюсь. Ну принес сварочный аппарат и работаю этим сварочным аппаратом. Работает на ура. И конечно приходится высверлить это отверстие в этом металле этой пластины. Ну и конечно опять глядя вот на эту полоску Горизонталь выставляю и вперед. Потому что вот так получается. Вроде бы что-то у меня уже тут продвигается. Где этот болт? Сейчас я его еще раз. Нет, не входит. Буду продолжать дальше работать. Хочу посмотреть совмещение. Ну вроде бы вот так получается. Просто шикарно. Значит вот так я и оставлю. Теперь вот смотрите. Закручиваю. И сейчас буду приваривать. Так, приваривать. Я хочу найти такое положение, чтобы здесь зазор был. Ну вроде бы вот так. Потому что это важно. Найти именно вот это положение и приварить. А если вот так вот затянуть и приварить, это будет уже неправильно. Затянул. Затягивается. Вот так вот. Что-то закусывает. Затягивается. Вот так я и оставлю этот болт. Все. И сейчас к этому сварочному аппарату вот здесь вот приварю. Ну вроде понятно теперь как что получается. Теперь вот здесь надо схватить, чтобы не переходила в резьбу, потому что по резьбе там припаивается, приваривается и это очень и очень плохо. То есть как бы напрямую и теперь не ошибиться. Вот так вот прикладываю и чтобы было вот таким вот образом продолжение. И таким вот образом, чтобы было продолжение, вроде посмотрел, вроде бы как вертикаль получается. Еще раз отойду, посмотрю. Как-то вот так. Значит нужно подправить, надо что-то подложить. Или щепочку. Не знаю. Это мне кажется нужно подложить. Вот так вот лучше будет. Вот врать не буду. Вот на самом деле. Вот я смотрю, смотрю, осматриваю. Вроде бы отлично все. И теперь мне нужно вот здесь вот приварить. Когда остынет, потом опять вот эти вот короткие трубочки опять туда запихать. Вроде бы и все. Потом опять все это соединить и цепка будет готова. Вот этот профиль. Как бы продолжение вот этой рамы. Прикрутил. Теперь... Так. Раз. Все. Вот так можно оставить. Но у меня не так было. А вот как было. Вот как. Так. Не так. А вот так. И теперь можно каким-то образом подсоединить это все дело. И посмотреть, как оно будет выглядеть. Тоже же интересно же, да? Все. Вот представляете, как получается. Ну ладно. То есть... Как сейчас смешно получилось. То есть... Вот почему я это все делал, сейчас я вам покажу. То есть вот эта рама, это как бы и продолжение теперь вот этой рамы. Ну вроде понятно, да? Ну вроде понятно, да? И если, скажем, там ямка впереди, и мотоблок вот едет, и чтобы весь мотоблок не кидал стороны в сторону. То есть вот таким вот образом получается. Ну вроде понятно, да? Либо это колесо в ямку попало. Вот так получается. Ну вроде бы понятно, да? Движение происходит болтом по резьбе. Там резьба такая длинная, кошмары. То есть просто шикарно будет. И движение вот такое вот происходит. То есть мне надо повернуть по дороге. Потому что дорога же она все время же прямая. Вот именно для этого трактора. Ты не толкай. Вот прямая и все. Нет. Она извилистая. Какие-то повороты такие вот крутые. Вот пожалуйста. Вот так вот все и будет происходить. На вот этот болт каленый нагрузки фактически никакой не будет. Нагрузка вся будет фактически здесь и вот здесь. То есть она как-то будет распределяться. Потому что от оси передних колес и от оси задних колес, у этого тени толкая, расстояние очень маленькое. И если например как бы передние колеса на возвышенность и потом резкий спуск вот такой вот будет. То вот эти колеса они фактически будут рядом друг возле друга. И в этом месте никакого такого давления на болт не произойдет. Из-за того что здесь вот я вот сейчас покажу. Здесь такое маленькое расстояние, что если вдруг, ну допустим, какие-то условия такие огромные и раз, и вот в нижней части вот эта рама сомкнулась. Либо с верхней стороны тоже. Вот эти две пластины, они как бы раз, сомкнутся. Ну вроде понятно. И вся нагрузка перейдет вот сюда, либо вот сюда. И болт останется жив. Ну вроде бы так. Хотел сверху сделать, но мне не понравилось. Потому что вот здесь... Как бы получается... Раскрывается таким вот образом. И вот этот палец или болт, что там будет? Резьба здесь, да? Он сгибается вот таким вот образом. Сгибается. Потому что вот здесь вот свободное место. И вот так вот происходит. И болт сгибается. А таким вот образом он находится на оси. Ну вроде понятно, да? Можно и продемонстрировать вот эту вот сторону. Вот видите как. И все вращается. То есть вот это тоже... Вот видите? Вращается. То есть оно на месте не стоит. Тут все между собой. А почему я таким вот образом сделал? Это во-первых надежнее раз. А потом мне нужно будет вот сюда. Вот именно вот на... Вот эту профильную трубу. В дальнейшем... В дальнейшем... Приварить вот сюда. Ну скажем какую-нибудь... Профильную трубу. Чтобы... Не знаю как сделать. Вот таким вот образом что ли. Сделать дугу не... Как бы... Не знаю как. Но получается что тут говорить. Ну я доволен с этой вот цепкой. Я вот врать не буду. Прям доволен. Ну и по расстоянию. Теперь можно реально... Замерить. Какое расстояние получается. То я тут гадал-гадал. Вот в этом месте гадал-гадал. Хотя вот здесь можно и меньше сделать. Но... Когда купил болт и... Все это примерял. Получается... Вот этот размер просто идеально получился. То есть... Этот размер и этот размер получился одинаковый. Ну и сейчас замерю. Вот по... Ну и колеса вот так вот. Понятно, да? Там было метр пятьдесят. Не знаю. Метр пятьдесят шесть. А тут ровно метр пятьдесят. Получилось вообще... Ровно метр пятьдесят. Во! Что я и хотел. Не метр пятьдесят шесть, а метр пятьдесят. Вот такой вот тени толкает уже получается. Ну просто красиво смотрится. Если со стороны посмотреть. Вот с этой вот балкой. Ну до того красиво. Шикарно. Я еще раз продемонстрирую. Чтобы было понятно. Хотя я тут все показывал и рассказывал. Вот смотрите. Вращение идет на резьбе болта. На резьбе. Болтом то есть. Ну вроде понятно. И болт каленый. И гайка вот такая вот длинная. Она тоже каленая. То есть. Вот здесь пластина тонкая. Вот здесь. У этой пластины. Смотрите какая толщина. Это вот желательно. Потому что болт за эту пластину держится. А вот эта пластина приварена полностью по периметру. Вот этой профильной трубы. Да. Вот здесь пластина должна быть. А вот здесь не важно. Потому что. Здесь все приварено. Вот эта вся гайка. Вся 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 приварена. А также приварена к этой пластине. Ну и пластина также приварена со всех сторон. То есть изнутри. Изнутри. Потому что здесь же лоскость такая вот. Классная получилась. Вроде понятно. Да. Теперь можно еще раз. Вот такой вот подвигать. Этот туда можно. Все вот таким вот образом шевелится. И вот так вот все крутится и вертится. Ремень. Купил. Отрегулировал. Потому что натяжение сейчас создаю этого ремня. Вот именно здесь. Я его ослабил. Вроде покрутил. И смотрите вот на этот волк. Он как бы еще стоит на месте. Ну ладно. Притерется. Нагреется. Ослабнет. И будет работать потом. Вот это вот. С роликами натяжения. Этого ремня. А в данный момент он еще какой-то вот. Твердый до ужаса. Ну вроде бы и все. Это я сделал. Проблем нет. Вот смотрите. Думаю об одном. А потом поворачиваюсь. Думаю. Нет. Надо по-другому сделать. А говорю. Вот так буду делать. А так. Короче все меняется. Ну ладно. Ну ладно. Пока.